Уже, думаю, самое время. Для тех, кто не знает, или для тех, кто, может быть, забыл о соблении определенной структуре, ходят, какие мы рассматриваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, сейчас я покажу те работы, которые... И эскиз той работы, которая будет сделана на стенограке. Сейчас она еще не окончена. Вот эскиз. Достаточно странный, немного непонятно. Вот эта стена. На ней будет располагаться вот эта рука. И вот это, в общем, я думаю, вот здесь более-менее понятно, в каком положении будет находиться рука. Здесь, получается, в левой части пространства будет находиться рисунок по типу предыдущих работ. Вот сейчас он уже отчасти не внесен. Это размытые стрелки. Вот такое нечто. А руки... Вот подобные работы автора... Это... Вот. Я надеюсь, что вы поняли, что там сейчас происходит. Сейчас немного видно, что нарисована в этой части рука. Здесь будет вписано граффити. И, скорее всего, это будет какой-то шрифт. Вот. Вот что делали ребята ранее. Вот. То есть это и... Вау, one, two, three — это граффити-райтер в основном, а кейс рисует руки и, по большей части, занимается именно стрит-артом. Вот. Ну, я надеюсь, что вы немного поняли из того, что есть. Что, в общем-то, там будет происходить. Но я думаю, что лучше надо смотреть на то, что уже нарисовано сейчас. Вот. И сейчас у вас будет немного времени для того, чтобы определиться, что вы вообще думаете по этому поводу. Какой-то концепции. Я понимаю, что не очень хорошо все ясно, но вот есть какие-то наметки и намеки той концепции, которая должна быть. Никаких угодных? Нет, да. Где это находится? Это находится за кинотеатром «Салют», то есть задняя стена помещения кинотеатра «Салют» во внутренний двор выходит. Она объемная. Работа очень объемная. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, пожалуйста. Потому что там будет какое-то некое переплетение рук, насколько нам рассказывают художники. Да, а затем вся композиция будет состоять из одной части, это где будет шрифт. Там, где намечены вот эти стрелки, и вторая часть – это вот это переплетение рук. Ну, я согласна с положительными сторонами, которые отметил Олег и Сергей. Это, прежде всего, живописность, какая-то повышенная динамика. Это здорово. Но, с другой стороны, меня немного смущает фрагментальность всех этих отдельных образов. И они, ну, конечно, сложно сейчас судить, потому что это незаконченная работа. На мой взгляд, они вот как-то вместе, композиционно не связаны. Да, немного размаивается из-за этого общая картина. Ну, и еще то, что меня смущает чисто зрительно, мы привыкли смотреть на картину, на фреску, на что угодно, на какое-то изображение. Привыкли считывать его все-таки слева направо. И когда композиция развивается именно в этом направлении, она, вот эта динамика, она усиливается, и она играет, ну, в общем, выполняет свои задачи. Здесь же она разворачивается в предположенную сторону, в первый взгляд, ну, немного тормозится. И вот это создает какой-то такой, ну, на физиологическом уровне некий барьер для восприятия. Ну, вот такая психологическая штука восприятия изображения. Ну, и еще меня смущает, конечно, связь, вообще, этого изображения и конкретно этого образа с конкретным местом, где он находится. Насколько это условлено, пока не понятно. Пусть ребята нам расскажут об этом подробнее, почему именно это место для такого образа подходит, и почему они выбрали именно этот фресакт. Ну, давай, если хочешь, пожалуйста. Мне кажется, будет достаточно сложный вопрос связи двух техник. Реализм, духей, там, будет много прозрачного. В смысле, что они просвечиваются друг через друга и шли в волосы на просеки. Я думаю, что он, ну, более тихо результативный, тех, кто не рисует, далеко от реализма и там нет ничего. Какой клиент, прозрачный, по стилю может не совсем подойти одно к нему. Ну, вот касаемо, где отдавали внимание, да. Получается, рисунок выкладывается в неё, но не стоит. Простите направление, потому что вниз-вправо, а вверх. Я тоже хотел бы сказать. Ещё раз скажу, что они не шлифт, да. Да, да, вот ещё, может быть, заменчание. А шлифт, я говорю сейчас, как говорят в театре. Шлифт находится достаточно высоко, не будет никакой возможности его разобрать детально. То есть, на мой взгляд, ну, я, как человек высокой шлифты, опустили шлифт чуть пониже, чтобы люди могли разобрать деталь. Чтобы он был доступен. Да, да. Хорошо. Вам в самом остальном, как бы, я, как-то, человек заменил. Татьяна Анатольевна, я думаю, можно продолжить. Ну, я себе, естественно, ставлю на место человека, прохожего. И у меня сразу бросилось в глаза, что там, конечно, выразительная эта рука, потому что прошли их, когда по прочим, ну, представили, как вы это рассмотрели. Конечно, у меня бросилась глаза вот с этой вот рука в каком-то выразительном жизни. Во-первых, надо сказать, что сама по себе, когда отдельный орган относится, как бы, отрезан от тела, тогда вызывает некий священный уши. Как отдельный слезящий фалос, или как отдельный слезящий око, тоже в каких-то, там, древних виртуальных красках. В этом смысле отдельная отрезанная гипернатуристическая рука, она, конечно, очень сильно приколывает. Это очень сильный жест. Это достаточно агрессивная такое, навязчивая коммуникация. Тем более, с помощью жестов он, как правило, очень усилит коммуникацию. Когда ему не хватает взгляда и голоса, он начинает прибегать к таким сильным жестам. Таким образом, это достаточно агрессивное высказывание, по-моему, со скрытой некоторой даже эротикой. Вот чем больше натурализма, тем, мне кажется, больше эротики в этих пальцах в этой руке. Теперь, с точки зрения, я смогу жестовать. Если останется знак ВАУ, то, я так понимаю, что еще будут выбирать какой-то знак руку. Но если вот этот знак ВАУ, то мне это не очень нравится, поскольку сам знак, мне кажется, даже архаичным. Это знак из другой кости на меня, из-за кости конторей. Мне кажется, это рука прошла, поскольку в этом знаке нет иронии. А вот второй знак рукует, когда вот этот палец несколько как бы непонятно, я бы сказала, несколько вяло на что-то указывает. Тут не очень понятно, насколько он именно указывает на что-то. Отсылает, конечно, я думаю, что Ирин Герман. Такая ассоциация на фреску сотворения меры Макеллан. А знаете, у многих людей, которые знакомы... Извините, что я вас помню, здесь указывающая рука, и здесь рука ее сдерживающая. Ну да, здесь две руки совершенно. Таким образом, жест неоднозначно вот как бы агрессивный, есть тут как бы некое противодействие. Для меня в этом есть некая лиха вот с этими руками, безусловно. Поскольку само как бы послание вот этого жеста, любой жест, он всегда, конечно, никаких некой однозначности, поскольку он может призывать и куда-то везти. Здесь вот есть это неоднозначно. В этом смысле, конечно, это хорошо. То есть я бы даже назвала вот ассоциацией, который мне уважает некой такой изысканной ментальности, что ли, вот. Я уже сказала. И вот этот вот некий священный ужас. В принципе, мне это нравится. Более того, я думаю, что если это будет находиться на заднем дворе салюта, то есть я тут тоже салюта не согласна. Мне кажется, что если бы ты висел совсем на каком-то публичном месте, это было бы слишком объясненно. А если это висит на заднем дворе, это будет как бы озадачивать, и человек, наталкивающийся взглядом там, мы как бы совершенно этого не ожидаем, он бы несколько выведен как бы вот, его как бы выведет из некого. Мне в чем-то кажется, что граффити должна в городе выполнять очень сложный функцию для меня. Она, с одной стороны, должна выбить меня из некого повседневного, такого замыленного взгляда и существования, рутинного. А с другой стороны, если она как бы слишком выпивает, просто в некий аусалютный дискомфорт, это тоже, наверное, не очень хорошо. И вот мне кажется, что в этом вот жесте, мне как раз очень нравится этот гипернатурализм, есть вот эта двойственность, которая хороша. поэтому так и со шрифтом будет, я не знаю. Мне что-то для шрифта. Вообще кажется лишним. Я бы его доставила в одну руку, чтобы она доминировала. А шрифт, может быть, как-то декоративно, может быть, даже аргументально, я бы сказала, ее дополнял. Знаете, как тут бывает? Да. 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 Чтобы не повторяться, я хочу сказать, мне очень понравился этот замысел. Прежде всего, вот такой воплощенной динамичностью. Действительно, пространство потоков забрали, но, мне кажется, звучание зримо. И вот эта идея с комбинацией двух жестов, одного такого указующего, а другого сдерживающего, мне кажется, может быть, прочитана как эмблема, происходящего сегодня. То есть, с одной стороны, это допускает, как бы, с одной стороны, очень буквальное прочтение, а с другой стороны, допускает очень символичное прочтение, что есть куча народу, которая норовеет грозить пальцем, фундаменталистки, националистки, религиозно и так далее, и так далее. Есть куча народу, которая хочет этот указующий перст схватить, держать у того, чтобы его употреблять. И, как бы, главное, чем мне нравится этот замысел, это тем, что в нем, вот, как бы, абстрактность потоков уравновешена конкретностью, то есть, в этом есть равновесие, и в этом есть уважение к разным слоям публики, которые разные в этой работе увидят. То есть, есть уважение к тем, кто настроен на считывание, на декодирование реалистичных изображений, и есть уважение к тем, кто знаком с традициями уличного искусства. А, есть ли у Бутори еще какие-то вопросы к художникам или то, что они бы хотели сказать? Ну, да, можно... Насчет, вот, двух жестов, да, то есть, если кто-то мимо, он вызывает, на самом деле, другое впечатление. Это, как и вечная тема, добавить лад. То есть, рука тянется, чтобы подать, ну, рука добра, да? Или кулак, который бьет. Так же, как бы, и второй раз. Либо это мир, либо это призыв к бою. Ну, как сказать, почему-то превалился. Ну, вот, видишь, в том-то и дело, что работа не сделана, и тут трактовать можно, конечно, всякое разное. Но сейчас мы и выясняем, у нас идет курс на то, чтобы выяснить, насколько эта работа считывается, насколько даже в каком-то таком недоделанном виде будет понятно, что вообще имелось в виду. То, что в действительности они в это закладывали, естественно, что будет сказано не позже. Тогда и сейчас уже аудитория раздает. Ну, контрасты, ассоциации, контрасты. Ну, еще контрасты. Еще? Можно еще раз вопрос о сравнении по локации? Я хотела бы повторяться с Сергеем Анатольевным, она аналитически подразумевает. То есть, я несколько раз приходил, например, когда двигались работы и все. То есть, по идее, место расположено в самом центре города достаточно скрыто. То есть, очень такое замкнутое пространство. И при этом, когда ты попадаешь в это пространство, действительно, как бы, тебя немного, ну, выбивая это скорее повседневно, то есть, повседневные прогулки по тротуару, зашел, как бы, и лап. И вот именно этот вау-эффект, он должен происходить. В принципе, как бы, если погулять даже по улицам всяких западных городов, которые есть, скажем так, с тритальной драмболией, то там тоже очень сложно увидеть какие-либо объекты, прям, вот, выставленные, какие-то центральные полицы, они всегда слепкачут в сторонке. И, как бы, и вот то, что вот эта вот выдержана такая традиция, это, мне кажется, очень видным плюсом. Ну, плюс там же есть еще торец, вот, который не видно на этом снимке. И вот интересно, что там будет, по-разному. Там второй уклад будет. А, немножко сбоку, да, там еще уходит работа, но там вот начало этой руки, где вот это вот место примерно. Митя, там много вообще людей ходит? Вообще до штаба? Много там людей ходит? Ну, во время стенографии там была приличная проходимость. Любите ли искать какие-нибудь интересные места и дворы? Обязательно ждать. В общем, идея у них такова. Они хотят сделать вот этот самолетик, который, наверное, все делали в детстве, бумажный. И, якобы, они его запускают здесь, в Екатеринбурге, а появляется он в Магнитогорске. И по пути, может быть, где-нибудь еще сделать вот пару вот таких вот рисунков со стрелами, что самолет пролетал именно по этому пути и летел в Магнитогорск. Вот, как бы, идея такова. Ну, они, кстати, согласились с той версией, которую кто-то высказал, что, да, действительно, вот этот, как-то, с одной стороны, сжат, это лава, с другой стороны, сложный, это лава. То есть это, это, как они сказали, you have to fight for peace. То есть ты должен, ты должен сражаться. Да, даже если ты даже заметно должен сражаться. И, соответственно, тут действительно получается многослойная такая вещь. что, с одной стороны, это бумажные самолеты, брошенные в одном месте, как бы, приземлившиеся в другом месте. И получается, что весь проект символизирует бумажные самолеты, на котором, не менее, художники изобразили замысел. То есть это не просто свернуть бумаги, а это тот лист бумаги, на котором они упражнялись, на котором они придумали. Да, да, да. То есть, как бы, получается, это только послание, отравленное в одном месте и приземлившиеся в другом месте. А с другой стороны, вот насколько я понимаю, что с руками, это, мне понравилось, что кто-то прямо все это и сочетал таким образом, что это, ты должен сражаться за мир. То есть, как бы, то есть, как бы, это восплетение, восплетение рук, главное значение восплетения рук, это то, что за ним надо сражаться. В общем, дело в том, что считается, что в каждой стране, да, есть такие талантливые люди. И самый главный замысел, это просто объединиться и что-то внести свое, может быть, в нашу страну. И также вместе участвовать в дальнейшем, не знаю, может быть, как-то и с вами получится это. Да, то, что он занимается играми 25 лет уже, и для него это, как бы, основной рок деятельности. Ну вот, мне кажется, что считывается, собственно, жестовое послание, вот то, которое вы озвучили, которое этот жест обозначает, то есть, как знак. Возможно, когда я вижу это изображение несколько плакатной манерой, тогда я его читаю как знак. Но когда я вижу знак как тело, руку как тело, буквально там с прожилками и с объемами, я все-таки воспринимаю это как знак. И это первое впечатление от самой руки. И как бы вот этот эффект переживания. И считается ли это именно вот знак как какой-то, скажем, там, не знаете, идеологический или мировоззренческий, я далеко не уверена, что в такой манере. Потому что реалистическое изображение всегда немножко восприятие будет в другую сторону. Это очень сложный, понимаете? Я хочу сделать арт для обычных людей, чтобы они видят мои цветы. Я тоже изображаю персонажи. И я пытаюсь все вместе, чтобы все это было, чтобы люди любят в моем сердце. Для меня, если я изображаю стены, и я думаю, что это тоже самое для Андреас, для нас это как бы представить что-то на публике. И если вы говорите, что он очень холодный и очень страдая, и если мы надеемся, что он очень сквозь тратить и точка в один момент, то более баланса и т.д. И это вообще очень хорошо, если ты делаешь с динамика, для меня. Если вы получаете различные контрасты, на одинаковые размеры, или на одинаковые размеры, я не знаю, мы увидим. И так как вы делаете два цвета, это что вы делаете? Эроскентрис? Да, и также ладжеры. Я тоже могу добавить ладжеры. Моя стиль выглядит как пассажир. И это конфликта между ладжеры и ладжеры. Эроскентрис, ладжеры и ладжеры. Это стиль ваш дуэт. Да, это наш проект здесь. Из-за этого, это ваша гейджа? Это? Нет, это сделано из С-Кю, из С-Зеланд. Это францовый. Очень хорошо. Это означает, что класса 1988, это год, когда я начинал с граффити. Это было в городе. О, реально? В 1988? Вы можете посмотреть. А, ну, если я просто немного выключилась в процессе, перейдите, пожалуйста, вкратце все, что было сказано. Все. Последнее. Ну, началось все с вопроса о том, остановении Остановении чего-то очень человеческого, то есть руки, да, в некоторой натуралистической манере, и чего-то технического, механического. Это вот стрелка, которая, ну, все равно напоминает некую механику. Вот. И, собственно говоря, коллега ответил, что его использование измещает. Так, он здесь не был контрастом, который был в этом форме. Он не должен быть в этом форму. Но он даже вычинил. А дальше я вот не могу изучить все отчеты. Ну, дальше я сформулировала свое предположение, которое заключается в том, что это спид-артисты, каждый из которых здесь разработан специфический стиль. И то есть то, что мы увидели сегодня, это, в общем-то, попытка их соединить и собственные первые стили. Он наводит работу с соображением групп, прежде всего. И здесь тоже письмо-практические соображения у нас, состоящие в том, что при алименте консимативных, таких, например, как Арабские Эмираты или, как он оказывается, Россия, изображая рейсы человеческие, ты столкнуешься с проблемами. А рука — это более не правильное что-то, он так думает. И, соответственно, вот один умеет изображать ручки, другой умеет изображать стрелы, моблых. И вот то, что мы увидели в этом наброске, это соединение им, так сказать, в терминных стиле. Они согласились с тем, что да, это главное, что они делают. И в каком бы вести они ни работали, они демонстрируют свой собственный фирменный стиль. Все. Если на этом обсуждение закончено, то я думаю, что мы можем обсудить. Спасибо большое. Сейчас у нас следующий художник. Я думаю, что тут мало что можно сказать об этой работе. Я думаю, что здесь все понятно. Вся стена будет залицована другими надписями. Сейчас для того, чтобы было понять мне анкилоакологики, я буду говорить о другом его работе. Это вот все та же, которая сейчас тоже еще не доделана. Доводится в разработке. Будет доделана на следующий день. Спасибо. Я не знаю, сколько будет реализована вот эта идея. Я бы вам благодарна, если бы ты рассказал или не показал на этом примерном скисе, что должно было быть сделано только без концепции, без всего, просто о том, что должно там быть, что должно там появиться. Хорошо. В общем, у меня объект будет забит не только в качестве стены, но еще и потолок и пол, а также туда включены столбы и кондиционеры. То есть замечается, что вся вот эта площадь будет равномерно забита ташлифтами. И я подумал, что, чтобы внести какой-то контраст, сделать через проектор круг, чтобы этот круг попадал на часть пола, часть стены и два столба. Так как столбы в перспективе, можно сделать так круг, чтобы попадал кусочек края на дальний стол и частично попадал на передний стол. И, соответственно, вот эта часть, которая будет видна только с одной точки, она будет чистой, без каких-либо шрифтов, а все остальное будет полностью забито. И чтобы было примерно понятно, это 16,5 метров в длину и порядка 4,5 метров в высоту. То есть там такая прям высокая штука. То есть, ну как бы, да, акцент на том, что все будет равномерно забито шрифтами. Это если ничего дальше от себя не добавлять. Да, это по-кактёру похоже. Это арка тоже, например, Топачева, за салюта, сразу же как-то мимый блок проходит и вот на левых. Это Паша знает, если что рядом. Это моя табачка вторая часть. Это одна часть. Да, да, частично. Да, да. Если все понятно, то сейчас, да, я, наверное, это очень хорошая история, потому что у нас города, они такие, ну, как бы, слишком скважины, что в Москве. Ну, то есть, так как города вообще, в принципе, много, это, и у нас много, насколько условно, я не знаю, у нас есть дать эти пасы, их это прямо чуть-чуть, а в основном какие-то безликие здания 20 годов, причем это даже не стальность, а в Катинбурге это вот какие-то там прежние общества. Вообще-то не так. И, конечно, когда мы там гуляем по улице, я знаю, Будапешт, там совершенно другое, потому что там очень много деталей, нас одного не хватает, и вот история с паттернами – это самый простой вообще выход. И я думаю, что это будет работать там в какое-то ближайшее время. Поэтому это очень хорошо. Было бы совсем хорошо, если бы это было еще больше. Если бы на улице, то есть или на улице. Да. Не, ну. Да, да. Так будет. Ну, точно не будет. Есть Кидао какой-то проект. А, наверное, штуки. Мне вот очень нравится. Мы вот в вашем проекте зацепили эту концепцию, там обсуждали, что это значит, символичность. Ну, это безусловно, наверное, важно. Но это важно, потому что у нас тоже как-то русский университет, мышление на всех красивых сказках, которые очень процентуальны. Но иногда это не важно, иногда просто должно быть приятно. Не всегда надо угадывать, разгадывать какие-то смыслы, закладывать. Вот это хорошо, потому что, ну, то есть, полухая фотография, я думаю, что в реальность это круче, как будто. И это просто приятно, не надо мне какие-то какие-то изменить. Ничего не захочет. Понятно, продолжим. У меня всегда вот такое исполнение флотное напоминает арабеску арабскую. Она сделана по тому же принципу. Никакой пустоты там, ну да, потому что Аллах не допускает пустоты. Нет, ну что, все заполнено. Заполненность мне очень нравится, с этими коннотациями. И да, действительно, это удачное решение облагораживания, что ли, городской среды. То, что ты делаешь с кондиционерами, это очень здорово, потому что кондиционеры – это одна из главных проблем. Они выносятся на фасады, ну, слава богу, арка, но тоже ты их видишь, как находишь там. Сейчас они стали частью общей картины, и это здорово. То есть, как эстетическое и эстетическое решение – это очень круто. И очень круто, что ты работаешь на разных плоскостях. Понятно, что… Ну, то есть, сразу видно, что ты такой… Не ограничиваешь себя какими-то условностями – вертикально, горизонтально. Здорово мне это очень нравится. По поводу минусов, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Потому что я продолжил это круто. Соответственно, статистические стороны… Ну, не только моё мнение. Я говорю, что, наверное, если бы это были перитопические шрифты, которые подлежали строку, даже неважно, типа, сообществом или без. И я думаю, что получил бы более активный отзыв среди горожан и… Просто среди общества. Потому что расставленная стена… Ну, вы даже одним цветом… Ну, вы даже так издалека она смотрится, как такой мелкий узор на обоев. Ну, просто, я не знаю, насколько… Насколько ты смотри… Я слишком агрессивно, да? Я не хочу использовать слова, но слишком агрессивно или слишком пацифично. Просто это… Ну, не статично. Если бы твоя… Сверхула твоя коллективная строчка, что-то, можно, поверьте, главные проблемы этих самых штук, кондиционеров или старостепенные проблемы столбов, неважно, просто если бы было ровненько, как бы было… Ну, мы потом это обсудим. То есть, да, я просто не лезу сейчас. Это даётся определённая монотонность и скучность. А вот эта вот… Ну, динамика внутри строчек, арминентальность, она наоборот как бы обращается к такой какой-то абстрактной истории орнамента и больше притягивает, чем какое-то очень ровное, такое заполнение монотонное, которое уже определённым образом нам задаётся направление взгляда. И я хотела бы продолжить… Можно опять всех послушать? А, хорошо, извините. Есть книжка по поводу скучности, да? Монотонности. Как бы… В городской средине мне часто встреча сочетание чёрного и меткового. Я думаю, что это было бы смешно даже если там были ромашки. Это не было бы смешно. В любом случае. Городская цвета – это серый, бежевый, песочный цвет цвета. А здесь сами цвета создают настроение. И поэтому стучу. Ну, одним цветом композицию не удержишь. Как бы… Ну, вот это… Как бы… Как бы… Ну, вот это… Как бы… Ну, вот это… Как бы… Я хотела бы продолжить мысль Олега. Мне кажется, что это тоже очень такая… Выигрышная сторона этой работы. Её такая тотальность. И создание определённой оптической иллюзии. Объединение потолка, стен, пола. Сглаживание углов и размытие… Ну, границ между этими конскостями. Традиция очень… Такая серьёзная. И начата ещё с кейросом. В начале 20-го века. И она дает особую объёмность этому пространству. Особую выразительность. Вот то, о чём с вами уже говорили. О каком-то таком удивлении. В городском пространстве. Вообще о любом пространстве. Его трансформации, изменения. Его такие там… Такие вот… Переходы необычные. Это очень здорово и выигрышно. И работа, мне кажется, для городской среды. И очень классная. Я… На мой взгляд, распыления тегов, они не очень выигрышно смотрятся. Потому что круто, когда распыление… То есть, если тег написан отдельно, он будет с распылениями выглядеть более свежо. А так, в общей куче всех тегов, это выглядит очень грязно. Из-за как раз-таки вот этих вот… Ну, выплывших линий. Если бы более векторно это всё бы смотрелось, это было бы, на мой взгляд, более эстетично. Вот. И ещё хотел спросить, вот, по поводу содержания этих тегов, что там написано примерно в такой концепции. В общем, смотри, по поводу содержания, я буду рассказывать об этом позже. То есть, это будет такой нормальный рассказ? Это ещё отдельная часть беседы, поэтому о содержании… У меня такое ощущение, что как бы их читать и не предполагается, и не нужно их читать, их содержание абсолютно может быть никаким. То есть, это могут быть просто линии, закрученные, как толп грубо, и они сами у себя уже выразительные и играют на этот образ. И что там написано, мне кажется, это вообще не наша задача. Ну, мне кажется, на подсознание это всё равно будет вкладываться. Каждая фаза, которую человек вкладывает в этот рисунок, это будет влиять на каждого человека, который увидит этот рисунок. Если он сможет считать. То есть, тут идёт барьера то, что люди не могут прочитать теги, когда они стоят по отдельности. Ну, а когда мы говорим о теги, которые занимают там, не знаю, 150 квадратных метров, и получается это всё одним единым куском. Ты не можешь выделить какие-то, да, ты несколько тег словишь, да, каких-то, всё остальное будет для тебя просто фоном. То есть, тут очень сложно, да, обсуждать по поводу смысла, потому что я... Короче, ладно, просто опять подводим к этому делу, да, я не хочу влезать в дискуссию. Да, всё очень круто, есть по цветам и сама идея очень классная. Ещё вопрос в провожении темы РНС. Вот в изображении латиницы ты, кажется, достиг практически совершенства. Настолько всё круто и гармонично, и красиво очень смотрится. Мне интересно, ты принципиально не пишешь кириллицу? Она у тебя не вызывает вообще никакого эстетического чувства? Почему это? И в продолжении ещё. Пробовал ли ты знакомиться с другими системами? Например, там, древнемонгольское письмо вообще вертикальное, очень красиво, всё в завитухах там. Корейский алфавит предполагает там очень много, когда один слог составлен из нескольких букв, и там можно очень много накрутить красиво. или просто ещё раз это дело в планах? В общем, смотри, буду тоже опять же по порядку, да? А по поводу кириллицы, наоборот, меня всегда привлекало, например, как выглядела бы кириллица, если бы она была именно при, допустим, какой-то готической фрактуре, да, наложить, что-то ещё. То есть просто эти эксперименты были ещё в том году, я сейчас немножко, да, сомнил деятельность. То есть, естественно, кириллические шрифты у меня и сейчас есть разные. Есть и в сторону какой-то такой скоропуси, есть в сторону такой строго очень спорной динамики. То есть, да, я стараюсь эти эксперименты, просто бывают моменты, когда нужно показать максимум результат, да? То есть, почему работать с латиницей часто проще? Потому что латиница по своей форме позволяет с ней играть. То есть ты, если ты делаешь паттерн, нужно, чтобы буква и рядом стоящая буква вместе занимали всё пространство. Соответственно, кириллические формы, они больше подходят для такой динамики. Знаешь, как скоропись, они вот берут буквы, делают один штрих, а второй вот так вот пошёл. То есть, да, когда получается такое переплетение, очень тяжело сделать из него паттерн или что-то ещё. То есть она смотрится как отдельная логотипка, какой-то леттеринг, принт, да, вот когда именно это какая-то короткая фраза. Сейчас у меня творчество направлено на какое-то паттерновое, да, равномерное заполнение. И, соответственно, я понимаю для себя, что лучше я буду двигать, да, какие-то темы визуальные, которые будут восприниматься лучше. Но при этом я очень люблю сам кириллицу и тоже с ней стараюсь что-то делать. По поводу других, там, монгольское и прочего, я, если честно, считаю, что для этого нужно очень хорошо знать культуру, понимать, что ты пишешь, зачем ты это пишешь и как это надо написать. То есть одно дело ты пишешь слово, другое дело ты пишешь там текст, да, какой-то, или как он играет. То есть ты должен понимать вообще зачем тебе это надо, мысль какую-то визуальную форму. То есть это очень долгая работа. И так вот за все хвататься и, например, развивать это чисто нереально, потому что все равно, да, ты как-то поверхностно пройдешь, ты что-то забудешь. Лучше потихонечку-потихонечку двигаться. То есть я начинал с каких-то готических форм. Позже из готики перешел в, как сейчас считается, то, что вообще вот исторически готика, она была переосмыслена с начала 20-х веков. Ну, 20-й век, 21-й, да, это полное пересмысление. всей каллиграфии, которая была. То есть поменялось предзначение каллиграфии. Раньше она несла в себе информативную функцию и требовалось передать текст, чтобы он воспринимался при очень маленьком размере, да, и чтобы он воспринимался человеком. То есть у них были ограниченные ресурсы. Надо было нести больше текста, да, в какую-то штуку. Вот, соответственно, сейчас у нас идет тренд на какой-то паттерновую, на отдельные какие-то, да, там, слова, которые можно использовать в качестве логотипа или, да, еще чего-то такого броского. То есть идет декоративная функция каллиграфии. За счет этого пересматриваются очень многие, многие элементы штуца, вот. И я тоже стараюсь, да, как бы не достапливаться о том, что делали раньше. Мне хочется найти какую-то новую форму, найти какую-то новую композицию. И, опять же, много инструментов. То есть я пришел к тому, что многие формы групп были обусловлены именно тем, что ты не можешь, например, инструменты по его подложить в блок. То есть все материалы, которые я делаю, они получаются какими-то эффектными только благодаря тому, что там за счет новой подачи туши в сам инструмент, ты можешь буквально крутить ее в руках, и при этом соприказновение с бумагой получается такое, что какие-то такие неровные штучки, вот, да, вот эти вот все изюм, да, вот, которые добавляешь в свой шрифт, он достигается порой именно инструментом новым. То есть, соответственно, появились новые инструменты, появились новые возможности, да, и интереснее какие-то новые возможности не только в плане, да, текста и не только в плане, да, каких-то новых техник. Просто хочется что-то развить. И смотришь, что уже ближе, то есть мне ближе такая, какая-то, да, стрелка, такой вектор развился. Вот я его как-то стараюсь и развиваться. Кстати, ну я вернусь к своему непосредственному восприятию, какие слова я не слышала о этой лекции. Дело в том, что так получилось, что последний месяц я была в двух музеях этой книги, этой рукописи. И вот меня это тоже совершенно захватило, потому что, мы знаем, что разбивка на фразы, вот, ну это были кирилльцы, то есть это было тем более славянские книги. Вот, и их тоже совершенно невозможно читать, хотя мы, вроде бы, этот язык не знаем. Поэтому этот текст тоже у вас время аж как сплошной. И самое главное, все время возникает ощущение какого-то такого священного трепета перед культурой заключенной слове. И мне было это ощущение, когда я рассматривала, что здесь на самом деле глаз вылавливал знаки как будто разных языков и разных алфавитов. То есть, ну, например, я бы учились арабайски, мне тоже учились на тут арабский шрифт. Хотя, как выяснилось, против этого нет. Можно здесь увидеть японские иероглифы, и латиницу, и киритус, и вообще бог знает что. Это нет, и знаете, какое-то такое павелонское столпотворение языков, смешение языков, как будто все аструки, которые сошлись, они сняты друг другу и мешают друг другу. И такая разная языка, где мы даже не слышим отдельных слов. И вот это вот разголосится. Кроме того, когда пространство полностью покрыто вот такими, как бы, знаками с речевой функцией, мы перестаем замечать плотность материальной стены. Потому что рукопись как бы истончает эту стену. И мы видим вот эту вот, она как-то виртуальная, эта стена. Потому что мы видим как бы бесконечный образ. Не то в свитке папируса она разворачивается, не то, как в свитке тора, она в другую сторону разворачивается, она разворачивается. Изобретение, когда люди делятся на книжниках и хрстецов, это какая-то другая шультура. Господи, это уже работающая. И вот то, что буквы скачут, это с одной стороны возникает ощущение, знаете, как каракулы, когда они, может быть, неправильно шлифт, когда неофит начинает его убивать. Знаете, когда дети еще не умеют писать по прописям, на самом деле в этой письме все совершенно замечательно. Пока мы их не убили. Любовь, потому что сначала очень нравится писать букв, а когда их ровно стали писать по прописям, убивается то, что называется почерком. А вот здесь вот как бы то есть вот это вот поставлено то прописное письмо вот этого какого-то человеческого почерка разных групп. Поэтому у него есть некая неправильность. А тут, мне кажется, это, знаете, неофитово, когда хочется бухами покрывать все. Потому что вот дети, когда это делают, да, вот они начинают все покрывать бухами. А с другой стороны, в этом есть некая культурная избыточность. Когда очень много текста его некуда девать, он может распираться. И мне очень понравилось, что это с одной стороны как бы слепо какой-то очень древней культуры, когда письменность была священная, и когда писеминами покрывали все. И они старались покрываться в очень твердых носителях. На камне, на глине, там, на каких-то очень прочных видах, там, на телячьем вот эти пергаменты. А другой стороны, может быть, как культура будущего, да, где люди научатся читать такие тексты, вы знаете, какой-то такой занос вперед. И вы называете, мне нравится, что это такое, какое-то такое соединение времен. Вот, и вот, по крайней мере, что с помощью такого заполнения как будто исчезает стена. И мы видим, как забыл, какую-то бесконечную рукопись. Ну, знаешь, мне кажется, ассоциации, они должны быть немного разными, да, потому что мы вообще смотрим это со своей точки зрения, да, то есть поэтому это очень хорошо, что, да, они немного разные, то есть не хочется, да, потому что бы все увидели здесь, там, не знаю, какой-то один посыл или что-то еще. Мне, наверное, иногда даже интереснее, чтобы люди остановились рассматривать буквы, найти какое-то слово вот в этом вот облаке, то есть, да, поначалу, как бы, это все смотрится как одна такая стенка, но потом всегда есть момент, что ты можешь как пазл, ты туда сможешь вот так вот вылиться с головой, просто встать туда и посмотреть вообще по сторонам, за что цепляется взгляд, что ты видишь, какое ты слово можешь забрать, какую букву, какие у тебя с ней ассоциации, то есть, получается, что человек, который проходит мимо этой арки, непосредственно становится ее зрителем, так как она его, и она ограничивает его поле зрения, то есть, он может смотреть вперед, или может посмотреть в бок, а бок, пол уже этот, там все части, они все, они его захватывают, и, как бы, за счет этого интересно просто понять вообще, да, насколько люди готовы это все воспринимать, насколько им это интересно. Ну, я должна признаваться, что, как бы, это не затронуло во мне никаких струн, потому что с любимыми тенденциями стрит-артов как-то несприкасается, но, и, по словам, я здесь не вижу ни интервенции, если говорить о каком-то активистском стрит-арте, и я здесь не вижу сюрприза, я здесь, ничего у меня как бы не вызывало здесь, вот этого призолотого вау, и причина заключается в том, что, как англичане говорят, «to busy», слишком много всего, и в этом смысле я спрошусь с одной репликой, что слишком грязно кто-то сказал, как бы, или, если говорить о маме автора, но он, говорит, обозначает таким образом свою авторскую манеру, все забито шрифтом, а для меня все забито шрифтом, и, соответственно, я не могу с этим соединиться, и, соответственно, когда вы говорите, что сейчас тренд заключается в том, чтобы работать с паттернами, что тренд заключается в том, чтобы усиливать декоративный пункт каллиграфии, вы тем самым, по сути, сам признаетесь в том, что вы собираетесь работать только со своей субкультурой, с очень русской субкультурой, и я, кстати, не исключаю, что вот ее яркие представители, они все вот и собрались. Понимаете, о чем я? Ну, на самом деле. И третьи вещи, потом уже реагируйте. Вот такого рода объекты, инсталляция, как угодно называй, они, мне кажется, все равно должны быть более активно, сайт-специфичные, более активно разговаривать с местами, а место – это подземный переход. Правильно? Постоянно подит тегом. Ну, арка, куда она ведет? В отбор. В отбор она ведет. И, соответственно, когда здесь другие люди, которые интерпретируют, используют выражение типа «эти все облагораживают городское пространство», мне кажется, что просто не совсем учитывается масштаб, в котором этот объект установлен. это вполне конкретное место, но вполне конкретный, так сказать, угол. И, соответственно, что из того, что вы предлагаете, обыгрывает это конкретно? Люди обычно, да, рассматривают объект с точки зрения визуально. Потому что мне нравится эта картинка, мне нравится этот рисунок. А здесь никто, как бы, да, не видит никакой картинки. Здесь видят просто пятно, которое очень все забито шлифтами. И тут уже люди делятся на тех, кому интересно посмотреть на эти шлифты, да, и поразбирать. Делятся, соответственно, на часть людей, которые это все воспримут, как просто одно пятно, да, такое, вот как типичное, да, вот, график. То есть, вот, я немножко, да, наверное, отвлекусь. Многие, наверное, подумали, почему я выбрал такую грязную технику. То есть, у меня вот, если открутить назад, вот этот ключик, это кольцо. Вот, например, там вот кольцо, можешь приблизить. То есть, например, в основном, да, в своем творчестве, я все равно делаю упор на каллиграфию. Будет это каллиграфия очень ровная, будь это каллиграфия с отсылкой к какой-то арабской вязи, да, чтобы была такая своя эстетика восточное, переплетение. Это, вообще, это немножко другая тема. Все привыкли, что каллиграфия, она красивая. Если у тебя реально хватает, там, да, какого-то скилла написать красивую каллиграфию, это уже у многих людей вызывает положительные эмоции, потому что в буквук есть своя эстетика, и каллиграфия максимально показывает именно возможности букв, именно форму, да, какую-то композицию. В случае же с этой аркой я намеренно взял граффити, взял вот этот вот тег, то, что обычные люди вообще, которые не относятся к субкультуре, во многом воспринимают как мусор. То есть я нелетко слушаю от людей возмущение в то, что теги портят город, в то, что теги просто появляются совершенно в каком-то таком месте, где этой теги быть не должно. То есть это чистая стена, которая превращается, да, просто в грязную стену за один шлифт. Да, какие-то вот такие моменты, причем как сам участник вот этой вот граффити тусовки, я, да, не могу сказать, что это ужас. То есть, да, у меня все равно какой-то есть взгляд, я не хочу прямо все это дело сейчас афишировать, потому что это очень долгий разговор. Суть в другом. Я хочу показать эстетику именно тегов, именно эстетику грязи, эстетику вот этих вот букв, да, которые очень тяжело разобрать даже в одном слое бывает. То есть мне было интересно взять инструмент-баллончик, взять возможность все забить тегами и сделать это красиво, чтобы люди проходили и видели в этом не какую-то грязь, да, что это вот мусор и как вообще ужасно, показать, что теги тоже могут быть интересными, что с тегами можно работать, и что теги, они очень хорошо подходят именно под паттерновый какой-то такой посыл. По поводу смысла. Вот, например, здесь я писал текст из «Алиса в стране чудес», где она рассуждает там про свои сны, про то, что это такая большая загадка и классный пазл – копаться в самом себе. То есть, да, вот здесь, например, был намеренный посыл, который, да, все равно тяжело очень прочитать, почти нереально. Просто для себя, да, мне хотелось написать какой-то отрывок, тем более с Кэролом, с шрифтами Кэролла, текстами Кэролла очень приятно работать. В плане того, что я делаю сейчас – это настоящий тег. То есть, тут нету какого-то текста, потому что он не нужен. Если мы будем брать длинные слова, эти длинные слова не характерны для тег. Это будет бросаться в глаза, и визуально люди все равно поймут, что что-то здесь не то. Даже я для себя пойму, мне уже этого достаточно, чтобы так не делать. То есть, я специально взял имена, взял какие-то слова, которые люди используют для тегов, что люди вообще пишут обычно на стенах. И я сделал именно вот эти теги, которые обычно появляются по одному, да, по два, я сделал из них большое такое полотно, которое превратило стену с этими кондиционерами, с этим всяким вот таким технологическим мусором. То есть, я соединил, получается, как бы даже, да, два мусора. То есть, мусор, который люди принимают в плане, как говорят, именно теги, и мусор, который вот обычно мешает эстетически, да, там, смотреть, там, кондиционеры, эти трубы вырезающие. И просто вместе получилась такая приятная стеночка, в которой можно вставить, там, сфоткаться на телефон, да, там, разбирать звук. То есть, я не хотел внести какой-то агрессии. Я взял специально сюда контрастные, но более-менее приятные визуально, какие-то такие, я бы назвал их даже больше спокойными, чем броскими, потому что там свет не всегда ярко светит, то есть, они довольно нежно смотрятся реально, и при этом, опять же, да, все такое довольно модно сейчас цветовой гамме, и, не знаю, мне просто приятно работать, например, с этими цветами. А может еще? Да. Очень интересно, как это будет в дальнейшем смотреться, в том плане, что обычно какие-то изображения, даже если это, то есть, скончить какая-то работа, там, согласованная и так далее, в том случае, это потом будет также затыгано, только уже, допустим, другими цветами, другие техники и так далее. Вот это интересно, как вы будете видеть. Либо вот такая идея, можно поверх просто паником прямоугольник провести, одного цвета, получится наоборот, то есть, на чистой стене, да и не появляется, а тут, наоборот, на эскизанный какой-то сегмент. Ну, смотри, вообще по поводу сегмента, если показать эскиз, который я сюда отправлял, этот сегмент был, только это был не прямоугольник, это был круг, и круг, который не просто на стенке, а который попадает на частичные столбы и на пол, то есть, чтобы ты встал в какой-то точке, и этот круг увидел. Но, если честно, то, судя по реакции людей, которые проходят, многие очень хотят что-то свое написать, и я не знаю, что будет с этим кругом, когда я его оставлю пустым. То есть, да, есть люди, которые не понимают посыла, есть люди, которые не понимают этого посыл по причине алкогольного объединения, да, будем честны с самим собой, и скажем, что найдется какой-нибудь умник, который напишет, соответственно, я сейчас просто так довольно судорожно думаю, делать, не делать вообще, потому что очень не хочется, чтобы вот в эту какую-то такую композицию влезла такая мерзкая... Это будет, главное поздно. Ну, будет, может быть. Ну, это будет, может быть. Да, это будет, как делаешь. Далее, откуда не дотянулся просто. Нет таких мест, куда не дотянулся бы графитчик, который хочет тегнуть. Вот. Мазутом там, да, поставить охрану еще с палками. А как же интерактивность? Вот на самом деле бывают вещи, которые, ну, лучше не делать интерактивными. То есть вот немцы нарисовали, там столько свободного места тоже, да, вот. Каждый человек придет, давайте он тоже нарисует свою руку. Да, там. То есть, вообще тема интерактива, она очень такая. Слишком остро стоит. Очень остро стоит. Тем более мне, как человек, да, который сюда очень складывает много сил, который там, не знаю, пишет на потолке, как этот офигевший. Очень не хочется, чтобы люди очень быстро подумали, ой, это он мне оставил место, чтобы я написал, короче. Так, ну я первый. Пацаны, есть такая красная краска, чтобы было лучше видно. То есть, да, то есть, на самом деле я сейчас планирую сначала всю ее забить шрифтами, потом спокойно так отойти, подумать, и, возможно, уже полностью забитой стенкой я либо выберу местечко, которое будет чистое, то есть там, ну, так сказать, черную подкрашу, уже там, это сделаю. Ну, либо не знаю, либо что-нибудь еще придумаю. То есть, как бы, бывают идеи, прямо на ходу рождаются, да, как слова, которые пишут. И шрифт, вот такой вот, как раз таки, вот может попарт какой-то некий, с какими-то текстурами, то есть, такой, более графичный. Но в процессе уже мы подумали, что интересно было бы это соединить. И, когда это делали, увидели вот в этом, вот в Гришиных рисунках, увидели какое-то вот пространство некое, какие-то, может быть, горы, дороги, города, футуристичные такие, и решили, то есть, объединить, как будто машина, она, то есть, едет по дороге, вот, в это пространство. Также дальше планируется разделить, как раз таки, добавить объем, при помощи, ну, то есть, цвета, пространства, которое пустое, его просто высветлить. Еще. В общем, да, вытянуть, и добавить, возможно, вот, в эти, рисунки, какие-то как раз текстуры, которые будут показывать, какой-то объем, где-то там гора, допустим, где-то там, где-то город, но это уже тоже посмотрим. На самом деле, это вот, по большей части, это все вот, как раз таки, фристайл и, экспромт. Уже во время процесса, здесь и сейчас, то есть, идет рисунок, и, уже все это обыгрывается, как-то додумывается. То есть, ну, изначально тоже нужно было вписаться в тематику парковки, то есть, ну, задача такая была. А, учитывая еще то, что, в принципе, мы обычно рисуем шрифты, и, для нас это было интересно в плане, сделать что-то новое для себя. То есть, как-то, при помощи техники, которая у нас есть, и средств, средствами, которые мы любим, изобразить, что, ну, для нас не типично. Вот. То есть, то, что мы не, обычно не изображаем. Вот, как-то вот это соединить, и сделать, и при этом, чтобы это нам было, для самих себя, в первую очередь, интересно, и развивалось. То есть, развитие. вот, я что хотел сказать. Я вот обычно рисую такие вещи на листочках, и очень быстро. То есть, не применяю никакой карандаш, ни резинку, мне не надо. То есть, это быстро, динамичные линии, которые делаются на ходу, и уже наработалась определенная техника, и мне не нужен никакой там эскиз, чтобы, ну, чтобы делать на стене сразу баллон. И, как раз таки, хотелось проэкспериментировать в такой свободной манере, сделать в контуре градиент, то есть, чтобы целиком эта композиция отчиталась издалека, как просто ажурный градиент цвета, они выбраны по тому настроению, которое я обычно слушаю в наушниках дома. Какую музыку чуть-чуть ну вот как раз такие электронные звуки, я думаю, видно, что отражены и вот музыкальные волны, вот эти вот вибрации, это все влияние музыки. И вот где-то там детализация частоты, это все вот то, что как раз накладывает отпечаток во время послушивания в определенных композициях. Вот и как раз эта музыкальная такая вот яркая волна динамичная она переходит в стилизованный футеристический город, которого вообще нету это все фантазия и экспромт и такое вот интересное сочетание с машиной и я думаю по окончанию мы все-таки доведем картинку, чтобы она сочеталась более гармонично с автомобилем. Чтобы цельно смотрелось. Посмотрим. Воздух останется и добавится еще белого как раз очень важный момент, чтобы отделить вот эту часть полной, чтобы они вылезли на передний план, а на дальнем будет более светлее. но это как раз тоже изначально было, чтобы не забивать пространство максимально, чтобы она дышала. И большие пространства за промежуток времени легко и просто забивать такое техника. Никакой просто. О чем ты? Если говорить о рисовании вообще, занимаюсь дизайном, графическим дизайном, дизайном интерьеров, художественной росписью. То есть, я рисую не только шрифт, если говорить о заказах, я рисую реализм, пейзажность. Ну, в общем, все рисую. За что платят. Для себя, в качестве творчества я рисую классические граффити, ну, как классические, не классические, но, в общем, граффити-шрифты. И их же стараюсь продвигать. Все, что я рисую, кроме шрифтов, я не ставлю там своего имени. Я считаю, что это просто безвеликое срисовывание. Там, где я рисую шрифт, я подписываюсь под ним. Пусть не ручки, пишу там, это я. В смысле, я подписываюсь под этим, это мое. Вот. Так, сейчас я сначала просто покажу подборку среди которых будут самые, я так понимаю, недавнешние работы. Ну, за последние годы, да. Это Кемерово. это Москва. Это Москва. Это Москва. Это Москва. Это Москва. Это Томск. Сейчас я рисую эту работу. Это Кемерово. Обратите внимание, если ты вернешь назад, я расскажу. Если я делаю бомбинг, то есть нелегальное рисование, я все равно стараюсь писать кусок в городскую среду. Обратите внимание на цвета, купающей среды и на то, что, как бы, сделал я с моим товарищем. Это, ну, это я считаю обязательно. Если ты вернешь назад немножечко, верни назад, еще, пожалуйста, еще. Вот. Обратите внимание, здесь, это медведка в Москве, я выбрал цвета под городской пейзаж и сделал кусок. Это Ялта, Украина. Это Томск. Ну, это, это Кемерово. Новосибирск. Новосибирск. Это Кемерово. Тоже Кемерово. Тоже Кемерово. Ну, Кемерово. Ну, все, по-другому. Если можно увеличить. Объект на обсуждение А где это? А, это на решение или нет? А, нет. Это на аббарде на 4 или 2, в общем, там будка, да? Да, будка – это торец, торец будки. Живон в каком-то жалке, что контекста не видно, поскольку. Да, да. Это жилой. Расскажи сразу, кто там был там в домах в будке? Я простила. Вообще-то будка глухая, там вокруг у меня только зелень, к ней идет тропинка такая, как бы, ну, особо со средой не поработаешь, поэтому я выбрал просто белый фон большой. А это Вам назначили работать на этой актракции? Или Вы с... В общем, я приехал на сценографию, меня поставили в большой продакшн. К сожалению, на фотографии очень низкая дирижализация, здесь, ну, есть на что посмотреть. И на фотографии тоже. Сколько процентов готово, вот сейчас, вот на этой картинке? Процентов 50. Половина, да? Ну да. А что давать? Ну да. Там четко... Вообще, вот сейчас... Видно, что это? Как... Как как бы... Это векторная работа, то есть, здесь очень высокая четкость изображения, нет никаких распылений. Вообще, в своих работах я делаю упор на то, чтобы казалось, как будто бы это сделал, ну, человек. Ну, в смысле, свет, человек, робот. Невозможно провести так четко и так точно. То есть, друзья, надо нам еще это чувствовать, что я, ну, как, как плот описываю. Но я считаю, что если ты взял банку, ну, баллон рубили с очень долго, ты должен делать так, потому что, в смысле, это и есть качество. Чем качественнее эта работа, ну, тем выше твой класс, потому что, даже, даже очень плохой эскиз, эээ... даже эскиз, человек, который никак к творчеству не относится, при хорошей технике и воплощении, может быть... подожди... однажды у тебя... Guinness... давай, смотри... влёт... т... его...